Охранник сына Чайки Мы ждем опровержения, конечно, потому что мы не знаем, насколько можно верить этому. Живем в журнале. Просто гулял с... И в журнале тоже это есть, и мы ждем опровержения. Он описывает свои действия как невинные. Но мы знаем, что изначально он подонок. Он просто гулял с собакой за домом. Вот этот, ну, свидетель прилета сына Чайки. Он изначально должен быть подонок, мне кажется. Нет? Ну, я думаю. Он гулял с собакой за домом. Да. Нормальный человек это будет делать? Безусловно, подонок. Он увидел подлетавший вертолет. Вертолет вез сына Чайки, Игоря Чайку. И тут бы в землю кланяться, паскудина. А он взял, достал, и лицо его искорежила злобная улыбка. Он достал свой телефонишко, вонючий, поганый, позапрошлого поколения. И стал снимать блистательный вертолет с блистательным Игорем Чайки и подъезжающими мерседесами Геланды Ваген с номером Н-278КР-777. Надо было пасть на колено, может быть, на два, и поцеловать эту номерную плашку. Поцеловать эту номерную... Сзади, чтобы тебя не переехали. Из нее выбежал лысый господин с проводком в ухе. Это был робот. Он стал хватать его то за руки, то за телефон. Как-то слабо хватал. Потому что если бы я хватал, то уже бы ни рук, ни телефона не было. Он представился журналистом... А, нехороший человек с собакой. Представился... Непочтительный человек с собакой. Представился журналистом альтернативной газеты Андреем Трофимовым. И охранник сказал... Да, и сказал, что он нарушает закон тому лысому роботу. Лысый робот сказал, мне безразличен закон. Позвольте мат заменить на безразличен. Мне безразличен на закон. Он сказал, мне безразличен на закон. Вот такое вот сложное управление. Проходим мимо. То есть он должен пройти мимо, человек с собакой. И верно, и верно. Зачем же мешать приезду вельможи? И он продолжал мешать. Он продолжал мешать, толкать. И требовал размагнитить пленку, и стереть. И еще догнали на своем джипе. Выбежал. Требовал стереть. Но заметив, что вокруг народ... То есть собрались другие подонки. Прямо по Хармсу. Я так и представляю себе. Другие подонки собрались вдруг. Как это гадко. Все-таки можно было... Перед приездом сына Чайки, мне кажется, надо было бросить... Нейтронную бомбу. Как было бы интеллигентно. Сергей Фасад бросит нейтронную бомбу. И люди все лежали бы... А сын-то Чайки что делал? Нет. Слышишь? Бросит нейтронную бомбу. Сын-то Чайки? Великим делом занимался. Великим делом, надлежащим великому человеку. Ку-ку. Что именно? Нам не дано. Нам не дано. Нам не дано понять. И не следует стремиться к этому, мать. И не следует стремиться к этому. Просто нужно испытывать надлежащие чувства. И понимать, что это люди иного порядка. Иной исторической судьбы. Иного уровня принятия решений. Нам не дано понять. Мы должны просто умиляться. И испытывать надлежащие чувства. Понимаешь? Значит, я думаю, правильно было бы сбросить на Сергея Фасад нейтронную бомбу. И тогда, когда сын-то Чайки... И еще вежливая команда лысых роботов должна пробежаться по городу. И всем ручки сложить молитвенно как-то в приветствие. В приветствие. Вот так знаешь, как индусы делают. Вот так вместе. Намасте. Намасте. И такой с неба незринувшийся, незринувшийся, с разверзнутых небес, сын Чайки прилетает. Все лежат плашмя. Весь город. И руки намасте. Вот так. Намасте. И все. И он такой садится. А телефоны у всех в одном месте. Нет, скупо. В какой-то момент скупо улыбается в их сторону. Скупо улыбается в их сторону. Потому что нельзя быдло развращать чрезмерным влиянием. Это может их испортить. Это может их... Они, бог весть, что себе возомнят. Хотя они уже все мертвые, да? Я забыл. Ну да. Если с нейтронной бомбой надо... 10.27. Обзор печати. АНИРАУМ